Приветствую вас. Начать я бы хотел свой ответ с того, что спросу у вас о том, кто вы, кем вы приходите с этой вот 78-летней бабушкой, кем вы ей приходите, кто вы для нее, внучка, дочь, какой-то, может быть, еще родственник. В любом случае, это очень важный момент, потому что, как вам уже, в принципе, сказали мои коллеги, что человека не переделаешь, и его не поменяешь, и поэтому у вас действительно не так много выбора, то есть, либо вы стараетесь человека принять таким, какой вот она есть, просто потому что по-другому не получится ничего сделать вообще, либо вы от нее просто-напросто отходите, как-то вот стараетесь от нее, например, отдалиться, как-то отстраниться, может быть, и так далее. То есть, момент здесь действительно важный в том, что вашу бабочку, ну, никак при всем желании не получится переделать, это невозможно. Вот. А что возможно, когда, спросите вы? Ну, во-первых, во-первых, вы говорите о том, что она вас задевает, она вас как бы выводит на эмоции, да, она как бы заставляет вас переживать. Вот. Вот это является принципиально важным моментом, если мы с вами говорим о наличии определенного рода проблем у вас с ней. Она вас задевает, она выводит вас на эмоции, когда вы ее игнорируете, и это заставляет вас ей отвечать. И вот, что от вас требуется в этой ситуации, это то, чтобы вы перестали на нее реагировать. Чтобы вы для себя постарались определить, что именно вас так, например, сильно задевает, что именно вас так, например, обижает, что заставляет вас нервничать, что заставляет вас переживать так сильно и так далее. Вот это важный момент, потому что если вы поймете, что вас задевает, если вы поймете, что вас трогает, если вы поймете, почему вы вовлекаетесь в эмоциональные споры, то вы сможете это предотвратить и больше на нее не реагировать подобным образом и тем самым не доставлять ей такого удовольствия, значит, ну, за ваш счет как-то вот, значит, вы сможете выполнять свой запас энергии, если мы говорим про энергетического вампира, здесь, по крайней мере. Другое дело, что вас задевает. И почему вас задевает? Это вот очень важный вопрос. Об этом вы не пишете ничего, не говорите ничего. Очень жаль, потому что это по-настоящему важный аспект. Что вас задевает? По какой причине вас задевает? Например, что вы не принимаете в себе, о чем говорит бабушка ваша, например. Что вы не можете в себе принять, о чем говорит ваша бабушка, опять же. В чем вы сомневаетесь в себе, опять же, о чем говорит ваша бабушка. В чем вы не уверены и так далее. Потому что именно он определяет то, как вы себя ведете с ней. Именно он, этот момент определяет то, как вы ведете себя с бабушкой. Именно этот момент определяет то, что вам плохо. И нужно проанализировать то, что с вами происходит. Нужно проанализировать то, почему вас это задевает. Нужно постараться проанализировать, чтобы избавиться от этого. И тогда вы сможете освободиться и уже не реагировать на нее как-то вот так сильно, как вы, например, это делаете вот сейчас, в данный момент времени. То есть, это именно ваша проблема, что вы как реагируете на бабушку. Это именно ваша проблема, что вы как переживаете из-за того, что она ведет себя с вами подобным образом. То есть, вы на себя проектируете то, как она с вами ведет. То есть, именно бабушка вскрывает ваши определенные проблемы. Именно бабушка вскрывает ваши какие-то конфликты, может быть, ваши какие-то противоречия и так далее. И вот весь вопрос в том, и именно, какие конфликты ваша бабушка вскрывает и почему. Вы говорите, что вы живете с ней. И раз вы с ней живете, то, ну, наверное, вам хотелось бы жить либо как-то без нее, либо жить как-то самостоятельно, отдельно, может быть, либо, значит, как-то вот еще. То есть, вот здесь, на мой взгляд, ну, ситуация не такая однозначная, да. То есть, вас что-то удерживает с ней, вас что-то доставляет с ней быть, что непонятно. Но очевидно, что вам это втягивает. Очевидно, что вам втягивает и очевидно, что вам тяжело. Проблема может быть связана еще и с тем, что вы никак не реализуетесь сами по себе. То есть, вот так, чтобы вы реализовались вне зависимости от того, с бабушкой вы или без. Так, чтобы вы где-то отдыхали, как-то чувствовали себя значимой, чувствовали себя важной. Вы как-то, значит, продвигали свои интересы и прочее. Вот такого нет у вас. Ну, как вот это, по крайней мере, видится мне. И возникает вопрос, опять же, на мой взгляд, довольно важный, а чем вы занимаетесь помимо того, что сидите с бабушкой? Чем вы занимаетесь помимо этого? Если у вас, там, мужчина, если у вас друзья, если у вас, там, какие-то, ну, например, интересные, какая-то душина, которые бы вы могли купировать, и негативные проявления бабушки вашей. Если нет, то почему? Вы знаете, коллеги, они правы в одном. Они правы в том, что бабушки не изменятся. И измениться сможете только вы. В том случае, если постараетесь понять, что же именно приводит вас к такому противоречию. Ведь вы же, получается, согласились жить с бабушкой как-то? Вы же согласились с ней взаимодействовать как-то? Вы же согласились дарить ей, там, своё время, своё тепло, свою заботу, свою ласку, да, и так далее. Вы же как-то всё это согласились делать. И когда-то вы, вероятно, это делали так, что вас это совершенно не беспокоило, не трогало и не было в тягости. Это вот, потом уже проявились её симптомы. Потом уже проявились её такие вот, ну, проявления не очень хорошие, да. Потом уже это всё проявилось. А в начале-то вроде как этого не было всего. Вот и давайте постараемся подумать с вами о том, в какой момент наступил перекос. В какой момент у вас наступили конфликты? Именно в контексте бабочки. Именно в контексте вот как раз того, о чём я вам говорил. Стараемся подумать об этом. И если мы поймём с вами данный аспект, если мы сможем с вами это разобрать, то я полагаю, что ваши проблемы решится. Либо вы поймёте, что с бабочкой вам жить нельзя и как-то от неё сепарируетесь. Либо, если вы поймёте, что бабочка просто человек такой вот несчастный из своего рода, да, и человек, у которого есть определённые проблемы в жизни и так далее. Вот, если вы это поймёте, то перестанете воспринимать её всерьёз и будете спокойно реагировать на её вот такие выгодки, понимая для чего она собственно так поступает. То есть у меня нет пока, у меня нет пока ощущения, что вы отдаёте себя шерсту, что заставляет бабочку вашу так себя вести. Вот у меня нет ощущения, что вы это понимаете. А это на самом деле очень плохо, потому что бабочку нужно понять в первую очередь. Бабочка она нуждается в понимании, она нуждается в ласке, она нуждается в заботе, она нуждается в поддержке, наверное, скорее всего даже. А вы проецируете на себя то, что она вам говорит. Вы проецируете на себя, потому что у вас, скорее всего именно у вас, есть определённые проблемы. И вот, собственно, нужно и понять, что это за проблема. И вот тогда, тогда ситуация, я думаю, постепенно будет нормализовываться у вас. Ну, опять же, именно постепенно, не сразу, потому что результатов сразу не будет. На этом всё, надеюсь, помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, буду рад помочь, если понравился мой ответ. Буду благодарен, если делаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Удачи вам!